Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей рубрики РПЛ в Лиге Чемпионов. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Так что всем тем, кому интересна игровая индустрия, игровые прохождения в Ютубе, мне будет очень приятно видеть вас на моем втором канале. Подписывайтесь, давайте добьем вместе 40 подписчиков. Ну а мы начинаем. Итак, третий тур у нас Лиги Чемпионов, у нас пока что одно очко. В матче как раз прошлого тура против Рена мы сыграли в ничью, как-то так выгрызли, оставили при себе это очко. Поэтому сейчас у нас очень важный соперник и это Севилья. С Севилья нам, скорее всего, придется более-менее так бодаться за выход в плей-офф, если мы, конечно, хотим туда попасть, потому что с Челси уже точно будет вряд ли. Но вот Севилья, которая, кстати, я так понимаю, обыграла Рен. Вот, да, у Рена только единственная ничья с нами. Вот, дальше они, так понимаю, проиграли Севилья. Так что вот такой интересный соперник. Причем, я смотрю, они 4-0 выиграли. Вот. Нас Челси 2-0 обыграли и Челси обыграли 3-0 Севилю. Поэтому, ну, Севилья вот вынесла Рен 4-0. Поэтому мне очень интересно это посмотреть. Надеюсь, что Севилья будет немножко нашим хотя бы уровнем. Но все-таки Севилья обладатель Лиги Европы, если я ничего не путаю прошлого сезона. Смотрим на наш состав. Сафонов готов. Вместо Мартыновича будет играть Сорокин. Так вот получилось. Вместо Вильена будет играть и Олсен. Вместо Клайсена. Я даже не знаю, вот кого уже здесь ставить. Просто некого. Так. Вместо Клайсена. Ну, давайте вот посмотрим. Вильена точно не будет. А тут у нас мало игроков. Кто готов так залететь. Наверное, и ОНОВ будет. 73-й рейтинг. Мало-мало хороших прям игроков. У всех прям низкие рейтинги. Вот это вот обидно. Так что вот таким составом мы выходим. Ребята, надеюсь, заряжены. Мы тоже. Краснодар против Севильи. Третий тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Краснодар-стадиум. Краснодар против Севильи. Третий тур Лиги Чемпионов. Поехали. Очень интересный и важный для нас матч. И интересный соперник, конечно. Обыграли Рен они со счетом 4-0. А мы сыграли с ними в ничью. Так что я вот честно не знаю. Ну-ка. Ари. Ари все-таки забивает. Пятая минута. Как сейчас шикарно это получилось, а? 1-0. Мы обыгрываем Севилью сейчас. Ну, спокойно, спокойно. Представляете, первой же атакой очень хорошо здесь получилось. Буну. Вроде так голкипера. Забуд у Севильи. Отбил первый удар. Но здесь еще и Ари. Просто он перебросил. Вторым вот этим ударом голкипера. Потому что не в его даже сторону шло. А над ним. Вот здесь вот отбивает. Ну, кстати, нет. Мог отбить. То есть там ногой, рукой мог достать. Прямо на таком небысоком уровне мяч летел. Но мы выходим вперед. Замечательно. Спокойно. Ну, нет. Хорош Сафонов. Здесь угловой. Я не знаю, стоит ли нам все-таки уйти в оборону. Думаю, стоит. Потому что сейчас, ну, точно, уже ладно. Мы проиграем там владение во всем Севильи. Ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Ну, нет. Только не так, и мы пропускаем. Недолго музыка играла. Все из-за того, что я, наверное, испугался, что потеряем мы вот это вот преимущество. И мы его сразу потеряли. Поэтому вот это вот обидно. Переходим мы снова на нейтральное. Вот. Ну, и Севилья, кстати, тоже на нейтралку включилась сразу после вот этого забитого мяча. Ну, слава богу, здесь Матвей Сафонов аккуратненько ловит мяч через Рамиреса. И все, заканчивается матч. У нас голевая ничья со счетом 1-1. Но с Севильей, кстати, неплохо было вот сыграть и в ничью. Получилось главное им забить. Мне это уже порадовало. Владение, естественно, будет сейчас за ними. Кстати, нет. 50 на 50. Наш единственный удар в створ и залетел. Супер. Ну и лучшим стал, кстати, вот Фернандес, который и сравнял счет в этом матче. Так, Челси минимально обыграли Рен. Минимально. У нас все так же вот 2 очка отставания до Севильи. Так что будем бороться именно, наверное, с Севильей. Надо их вот постараться вот обыграть в следующем матче. Это будет четвертый тур. Постараться обыграть Рен. Вот. Ну и не проиграть Челси как-то там. Потому что Севилья может, кстати, либо там за ничью зацепиться с Челси. Либо даже выиграть. Поэтому надо вот Севилью попытаться нам обыграть. Иначе действительно вот только третье место мы сможем на нем и остаться. Друзья, на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok